В сегодняшнем видео у меня для вас подготовлена битва из семи раундов между Джоном Уиком и Джеймсом Бондом. Сегодня узнаем, кто из них более стильный. Раунд первый. Как одежда сидит. Первым идет у нас Джон Уик. В обоих фильмах мы видим его в костюме. В первом фильме он носит костюм из трех слоев. Во втором двуслойный костюм с выделяющейся белой рубашкой. Если посмотреть на размер костюма, то увидим, что все на месте. И так должно быть, потому что он пошил себе их на заказ. Единственное, что мне не понравилось в его костюмах, это то, что они были немного свободного покроя. Это было сделано специально, потому что Киана Ривз в фильмах исполнял 90% всех трюков. И чтобы разместить страховку под костюмом, они сделали его пошире. Также у него есть дополнительные швы и слои тканей в незаметных частях. А также складки для удобства движений. В итоге в этом пункте балл за размер. Давайте теперь взглянем на Джеймса Бонда и размерчик его костюмов. Итак, современный Джеймс Бонд, в котором играет Дэниэль Крейг. Если посмотреть, как на нем сидит костюм, это шедевр, сделанный Томом Фордом. И костюмы сидят на нем просто изумительно. Соперники идут почти в ровень, но Джеймс Бонд все-таки лидирует. Так как он носит различную одежду. Мы можем видеть, как и повседневная кэжуал одежда на нем сидит. Мы также видим его и в смокинге. Каждый раз, когда он надевает что-либо, это сидит на нем идеально по размеру. Так что побеждает Джеймс Бонд. Второй раунд функциональность одежды. Первым идет у нас Джон Уик. И давайте посмотрим на его костюмы. Надевает ли он подходящую одежду для мероприятия? Итак, он надевает костюм в Континенталь. Что ж, это нормально? Большинство так поступает. Все эти головорезы выглядят прилично. Затем он идет в мастерскую. Что ж, это тоже выглядит вполне уместно. Дальше Джон отправляется в Рим. Мы его видим в том же костюме. И в принципе, и тут все хорошо. Его красные манжеты добавляют небольшой эффект. Сцена в парке, и там он в костюме. Он понимает, что костюм можно надеть в любой ситуации. Теперь поговорим о Джеймсе Бонде. В этом случае у него есть большой выбор в одежде. На Мадагаскаре он надевает яркую рубашку и кроссовки, чтобы справляться со всеми паркур-приемами. Да, он выглядит немного неряшливым, когда дерется с плохим парнем в Африке. Давайте посмотрим на Багамы. Он привел себя в порядок. Надел темное поло. Вы только посмотрите, как оно идеально сидит на нем. Вопрос к нему следующий. Как у него получается сражаться со всеми этими плохими ребятами в одежде в притирочку? Посмотрите на этот момент, он сверху парня на поезде. Вы посмотрите, какая жаркая погода. А он надел костюм подходящего цвета. Заметьте, светлый цвет отлично подходит к такой жаркой погоде. Дальше, если вы вдруг будете играть в покер с известными террористами, где ставки миллион долларов, вы надеваете бабочку. С одной стороны, я хочу отдать победу Бонду за разнообразие нарядов. Но, скорее всего, я дам победу Джону Уику, потому что он делает костюм идеальным для любой ситуации. Третий раунд. Ткань и пошив. Ткань и кройка костюмов – показатель уровня. Мы знаем, что для него шьет костюмы Том Форд. Исторически, это делал Салвил Роу. Вот где настоящий Джеймс Бонд брал бы свои костюмы. Именно тут находятся лучшие портные мира – в Салвил Роу. Они выбирают ткани, которые можно отнести к британскому наследию. Для более легких изделий они используют итальянские ткани. Можете поспорить, что эти пиджаки – настоящий холст. Даже если у вас одно плечо отличается от другого, то мастер внесет эти поправки на примерки. Давайте поговорим про Джона Уика. Что нам известно? Джон Уик за все платит золотом. Мы понятия не имеем, кто его партной. Но мы знаем, что костюм – пуленепробиваемый. Ткань на его костюме, черт возьми, пуленепробиваема. Опять очень напряженный раунд. И Джеймс Бонд был очень близок. Но Джон Уик и его бронированный костюм – это нечто. Победу отдаю ему. Четвертый раунд – часы. Первым пойдет Джон Уик. Он носит едва заметный Монеру Атудейт. Это отличные часы, которые продаются по 2000 долларов. Они простые, изящные и элегантные. Я думаю, это достойный выбор для Джона Уика. Они отлично смотрятся с его костюмом и цветовой гаммой. Дальше идет Джеймс Бонд. На нем Омега Си Мастер. Это шикарные часы. И я думаю, они круто выглядят на Дэниэле, когда он выходит из воды. Или когда он в костюме. По ходу фильма мы видим, что Джеймс Бонд носит различные модели часов. Ролекс Сабмаринер – одни из самых известных, но нам придется почитать книгу, какие самые любимые часы Бонда. Это будут Ролекс Эксплорер. Что ж, этот раунд был хорош. Победу я отдам Джеймсу Бонду. Пятый раунд – опрятность. Что ж, прическа Джеймса Бонда всегда идеальна. Только один раз, когда он пил шоты в Восточной Азии, когда он отдыхал со Скорпионом на руке, он не побрился. И даже в этом случае небольшая щетина играет ему на руку. Мы ведь знаем, что девушкам это нравится. Но в большинстве случаев мы видим, что Бонд бреется начисто, и все его волосинки на своем месте. Джон Уик. Это настоящий контраст. У него длинные волосы на голове, и у него есть борода. Что нам известно о бородах? Бороды визуально делают мужчин более агрессивными. Есть исследования, в котором сравнили людей с бородой и без. Когда люди смотрели на выражения лица людей с бородой, они их воспринимали более агрессивными. Что же с его прической? Он держит ее в опрятном состоянии. Она собрана на затылке, все волосинки на месте. Даже когда его выбрасывает из окна, он отряхивается, и его прическа в порядке. И побеждает Джон Уик. Раунд шесть. Машины. Для Джона Уика машина – это шедевр. Начинается все с того, что он ввязывается в разборку, потому что кто-то крадет его любимый Мустанг шестьдесят девятого года. Когда его украли, он взял себе на замену Шевроле Шивилл СС 396 семидесятого года. Далее по ходу фильма было пару пертурбаций с машинами. Слава богу, он был за рулем более новенькой машины, которую легко заменить. Это Дот Чарджер Элден 2011 года. Давайте перейдем к Джеймса Бонду. В последних фильмах про Джеймса Бонда мы не видим большого внимания вокруг машин. В предыдущих фильмах мы видим больше двадцати разных машин, на которых катался Бонд. У Бонда есть Мустанг, как и у Уика. В фильме 71-го года «Бриллианты навсегда» он гоняет на Мустанге. Но в большинстве случаев Бонд предпочитает европейские машины. Это BMW Z8 или Aston Martin V12 Vanquish. Моя любимая машина из гаража Джеймса Бонда – это Aston Martin DB5. Она появлялась во многих фильмах, начиная от «Казино Рояль». И мы также видим его во всей красе в фильме «Скайфолл». Снова очень близкие результаты. Победу я присуждаю Джеймса Бонду. Друзья, если вы еще не обратили внимания, то борьба у нас развязывается очень напряженная. Раунд семь. Уверенность. Начнем мы с Джеймса Бонда. Вообще-то трудно себе представить кого-то более уверенным, чем Джеймса Бонда. Если подумать о ком-то, кто сдержан, собран и знает, что делать в экстренных ситуациях, это сразу Джеймс Бонд. Кажется, единственный раз, когда мы видели его уверенность, немного пошатнулось, это когда он воскрес из мертвых и должен был проходить все эти обследования. Он не в форме. И когда он должен был попасть в рюмку на голове у женщины. Но он не смог собраться с мыслями и сделать это. Давайте поговорим о Джоне Уике. Очень уверен, спокоен и сдержан, как и Джеймс Бонд. Но был случай, когда он потерял Дейзи, и он плачет. И мы видим эту очень уязвимую сторону Джона Уика. Да, конечно, он попадает в безвыходные ситуации, где он себя держит в руках. Он оценивает ситуацию и справляется с ней. Его подстрелили. Он теряет кровь. Но в любом случае умудряется найти преимущество. Что ж, этот раунд был трудным. Обстановочка накалилась, узел уже затянут. Ребята, если говорить о сложной ситуации, кого бы вы хотели видеть у себя за спиной? Я знаю, что речь уже не о стиле. Скажем, вы на темной аллее, и пять парней идут прямо на вас. С кем на своей стороне вы бы хотели ввязаться в драку? Пишите в комментариях. Кого бы я выбрал? Мне нравится Джеймс Бонд. Потому что он бы поговорил с теми парнями, затем отвели в сторону самого главного и вырубили его. Но я бы выбрал Джона Уика. Я ему доверяю больше. Когда дело касается Джеймса Бонда, то он стремится закончить миссию, и после, скорее всего, просто кинул бы меня. Джон Уик все-таки более благородный. Как я это знаю? Потому что он американский военный. Как я знаю, что он военный? В сцене с душем на его спине написано «Судьба помогает смелым». А это слоган третьего батальона морских пехотинцев Каноэ Бэй Гавайи. Итак, господа, победителем сегодня становится Джон Уик. Да, я знаю, что многие из вас, ребята, не согласятся со мной. Я жду ваших комментариев. А если вам понравилось, то у меня есть еще видеоразбор стиля Брюса Уэйна против Тони Старка. Вы сможете узнать что-то новое для себя, а также немного повеселиться. Потому что я люблю комиксы и этих персонажей, и мне было по приколу делать это видео. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы первый раз тут на Real Man Real Style, то подписывайтесь на мой канал и получайте уведомления. Да, еще пару мелких деталей. Третий батальон морской пехоты Каноэ Бэй, также известный как Американский батальон. Они взяли это имя, когда полковник Крулок командовал офисом. Он получил письмо, в котором говорилось «Командиру Американского батальона». И он сказал, что ж, Американский почтовый офис считает нас Американским батальоном. Для меня этого хватает для официального признания. Вот такие вот американские пехотинцы. Что ж, на этом все, друзья. Берегите себя и до встречи в следующем видео.